Всем привет! Если вы ищете схему простого и надежного линейного блока питания, то этот ролик для вас. Тут вы найдете полный гайд по сборке и настройке данного блока. Так что усаживайтесь поудобней, мы начинаем! Немного предыстории. Совсем недавно я переделывал свое рабочее место. И в качестве третьего блока питания хотел установить именно линейный блок. Так как иногда приходится собирать схемы, которые не переносят пульсации напряжений. А как известно, у линейного блока на выходе их практически нету. До этого момента линейные блоки меня не сильно интересовали. И я особо не вникал в данную тему. Когда же пришла идея по построению такого блока, сразу открыл всеми любимый ютуб и занялся поисками. В итоге для себя смог выделить две схемы. Одну от Касьяна и вторую на операционниках. Но так как операционники могут работать на напряжение до 32 вольт, то и выходное напряжение не могло превышать данного предела. Значит эта схема отпадает. Ладно, думаю, соберу схему от Касьяна. Но и тут меня ждало разочарование. Схема боится статики. Проявлялось это взрывом транзисторов, который брался за выходные контакты. И так было несколько раз. После этого я плюнул и решил оставить данную схему в покое. Вы скажете, что в интернете полно схем блоков питания. Да, не спорю, но только эти две имели нормально разведенные печатки, которые можно было скачать. Все остальное либо без печаток, либо собранное навесным монтажом. А мы, радиолюбители, привыкли к тому, что все на блюдечке с голубой каемочкой подают. Когда все варианты иссякли, я вспомнил, что года три назад собирал линейный блок, который отлично работал. Нашел схему и решил развести нормальную печатку. Плата получилась компактной. Протестировал ее, и на удивление она отлично проявила себя при такой простоте. Мне это так понравилось, что я даже решил сделать кит-набор из данной платы. Преобразовал печатку в Herber File и отправил на изготовление компании PCBWay. Если вам интересно посмотреть, как производить заказ на их сайте, то в описании приложу ссылку на ролик, где это я подробно объясняю. А также в описании под роликом найдете ссылку на скачивание схемы, печатки и Herber файла. Спустя пару недель после заказа мне привезли платы. С большим нетерпением я их открыл. Как видите, они хорошо запакованы. Это исключает любые механические повреждения при транспортировке. Рассмотрел поближе. Платы очень качественные получились. Впрочем, как всегда. И плюс ко всему, это незаменимое чувство, когда ты что-то придумал, и потом это воплотилось в жизнь. Сразу захотел запаять данную плату и проверить в работе. Компонентов для установки немного. Паять от силы минут 20. Произвел включение. И тут меня ждало разочарование. Плата не обошлась без косяков. Проявились они в том, что при вращении ручки потенциометров влево идет увеличение напряжения и тока, а при правом вращении уменьшение. Все потому, что резисторы для данной платы я вынес на провода для установки на корпус. И там без проблем можно было поменять направление вращения, просто поменяв боковые контакты. Зато все остальное работает как положено. Для вас же я исправил печатку. Теперь там при правом вращении идет увеличение напряжения. Так что можете смело скачивать и повторять данную конструкцию. Теперь давайте перейдем к детальному рассмотрению схемы и непосредственно платы. Схему можете видеть на своих экранах. Данный блок оснащен регулятором напряжения и тока, а также системой защиты от короткого замыкания, которая просто необходима в таких блоках. Представьте себе на минуточку, что происходит при коротком замыкании, когда на входе 36 вольт. Получается, что все напряжение рассеивается на силовом транзисторе, который такого издевательства вряд ли выдержит. Защиту тут можно настроить. С помощью вот этого подстроечного резистора выставляем любой ток срабатывания. Тут установлена релюшка защиты на 12 вольт, а входное напряжение может достигать 40 вольт. Поэтому необходимо было получить 12 вольт. Реализовал это с помощью параметрического стабилизатора на транзисторе и стабилитроне. Стабилитрон на 13 вольт, так как идет падение напряжения на переходах коллектор-эмиттер двух транзисторов. Можем приступать к тестам данного блока. Подаем питание от лабораторника в 40 вольт. На нагрузку вешаем лампочку 36 вольт 100 ватт. И начинаем потихоньку вращать переменный резистор. Как видим, регулировка напряжения работает отлично. Теперь попробуем регулировать ток. Как видим, при вращении второго резистора ток уменьшается. А это значит, что схема работает в штатном режиме. Так как это линейный блок, и все лишнее напряжение превращается в тепло, ему нужен радиатор довольно-таки больших размеров. Отлично зарекомендовали себя радиаторы от процессоров компьютера. Они имеют большую площадь рассеивания. А если их еще оснастить вентилятором, то можно забыть про перегрев транзистора. Теперь о том, как работает защита. Выставляем необходимый ток с помощью подстроечного резистора. При коротком замыкании срабатывает реле. Пара его контактов размыкают выходную цепь, и транзистор находится в безопасности. Для возвращения в нормальный режим работы предусмотрена вот такая кнопка на размыкание, при нажатии на которую снимается защита. Ну или же можно просто отключить блок от сети и подать напряжение снова. Таким образом защита тоже выключится. Также на плате имеется два светодиода. Один сигнализирует про работу блока, а второй про срабатывание защиты. Подводя итоги, можно сказать, блок получился очень классным и подойдет как для новичков, так и уже для опытных радиолюбителей. Так что скачивайте архив и собирайте себе такой блок. Ну и на этом все. Как говорится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok